здравствуйте я недавно выпустила ролик в котором рассказала о сакральном коде матрицы я там рассказывала о переходах из кода в код что это возможно и что они существуют и очень кратко упомянула о том как выглядят эти переходы собственно из кода в код это означает на другой уровень это не на другой виток но уже в другую жизнь как бы до в следующую жизнь а это значит следующий уровень развития души поэтому я думаю что важно вам разобраться как выглядят переходы и были ли в вашей жизни переходы даже не зная своего кода вы можете определить были ли у вас переходы из кода в код то есть получаете ли вы в течение своей жизни такое развитие и проживаете в этом воплощении уже не первую жизнь да мне не первую программу своей жизни и так существуют признаки перехода из кода в код по которым вы сможете с абсолютной точностью определить ваше сегодняшнее местоположение в матрице но если конечно вы знаете какой у вас код изначальный был и вы сможете понять по признакам перехода переходили ли вы из кода в код и сколько таких переходов вы прожили первый признак это кардинальная смена интересов вкусов пристрастий формы мышления образа жизни целей и задач приоритетов хобби профессии и тому подобное все чем вы занимались раньше не только не будет вас больше привлекать но и невозможен будет возврат обратно ко всему старому вы как будто бы заново родились у проживать свое детство до учиться в школе как бы в этом нет необходимости и вот этот период он как бы сокращается но при этом как бы у вас появляются новые вкусы новые привычки новые интересы и даже интересы к профессии вы теряете интерес к старой профессии именно потому что у вас теперь новая задача и те ваши способности таланты которые были раньше они становятся вам сейчас не нужны нужно заметить что переход чаще всего происходит в пределах этого же витка если у вас первый виток отношений то вы будете переходить из одних отношений в другие в которых вы по вы будете получать очередной следующий опыт как бы следующего кода но этого же витка это проще всего и такие переходы не очень сильно заметны но тем не менее вы замечаете что вам перестали нравятся люди такого типа да и начинает как-то нравятся люди другого типа либо наоборот люди нравятся того же типа но даже в течение этих же отношений например с этим же человеком а вы проживали сначала любовь а потом вдруг переживаете предательство что опять же нормально но это переход уже может быть на следующий код и таким образом получается что за одну жизнь мы проходим несколько опытов жизни но для этого нужно знать какая задача следующего кода в отличие от того кода в котором вы родились до чем отличается следующий код и тогда вы сможете понять проживаете вы сейчас события следующего года или еще предыдущего например у вас может появиться аллергия на те продукты которые вы раньше просто очень очень любили и они вам очень нравились и все было в порядке или большинство людей при переходе на другой код утверждает что меняется даже осязание органы чувств дают совершенно другие образы вам могут просто перекрыть доступ к вашим профессиональным навыкам даже ваше мастерство и известность в определенных кругах ваш статус не помогут вам восстановиться на прежнем месте работы а если вы будете очень сильно настаивать ангелы архангелы и карма могут даже сделать так что вы получите травму которая не позволит вам вернуться к вашим прежним профессиональным возможностям например если вы были спортсменом вас травмируют и вы не сможете больше заниматься спортом потому что этот период например для вас закончен вас мягко и незаметно а может быть вполне жестко до переталкивают на следующий код говорят хватит хватит здесь ты все понял разобрался почивать на лаврах обойдешься и толкают переживать следующий код и так первый признак перехода я рассказала но без второго признака переход тоже еще не совершен и переходы кстати могут длиться несколько лет это для нас кажется что это долго мы пройдем первый этап сначала потом мы замечаем как у нас начинают из-за того что поменялись наши вкусы наши отношения до наша осознанность понимание восприятия окружающей среды людей и так далее да мы начинаем это все воспринимать иначе после первого этапа и тогда мы начинаем замечать что у нас что происходит второй этап начинается у нас начинает меняться наше окружение наше окружение окружение для нас очень важно кардинальное изменение круга общения это этап перехода самый болезненный и зачастую он даже проявляется в виде депрессии у людей потому что это тяжело мы привыкли воспринимать себя относительно мы привыкли воспринимать себя по отношению к своим друзьям к своему партнеру по отношению к близким к родственникам мы привыкли воспринимать что я по отношению к коллегам имею такой-то профессиональный статус такое-то мастерство такой-то талант я проявляю да по отношению с другими по сравнению мы постоянно живем в соотносительности в сравнении или в по отношению до их себя к другим людям эти люди меня любят а вот эти ко мне относятся плохо да то есть мы постоянно мы мы знаем свой круг друзей и знаем как они относятся к нам и как мы относимся к ним то есть мы взаимодействуем с другими людьми в какой-то относительности а тут получается что начинает из из-за того что наше мировоззрение наши взгляды на жизнь наше отношение к жизни на первом этапе начали меняться это потянуло за собой перемены круга наших знакомых нашего окружения но это происходит еще и потому что при переходе на другой уровень или на другой код своего развития души до меняется место положения нашего центра в пространстве старые планеты уже не оказывают никакого влияния на нас и остаются где-то позади нас и порой даже забывают о нашем существовании а новые планеты движутся к нашему центру поэтому круг общения неизбежно изменится тем более что каждый человек представляет из себя микро галактику а значит столь же интересен для познания не стоит обижаться на тех людей которые вдруг неожиданно потеряли к вам интерес это нормально вы тоже будете терять интерес к некоторым людям и даже может быть ко всем ранее вас окружающим может быть что-то останется я говорю это зависит от того вы находитесь внутри этапа перехода могут остаться те же люди просто немножечко меняется ваши отношения с ними может случиться так что если вы переходите из этапа в этапу тут перемены будут более кардинальной вплоть до того что вообще все люди из вашего окружения ранее просто становится вам чужими не интересными и вы им тоже становитесь не интересны а некоторые даже начинают крутить у виска типа того что у вас поехала крыша его вообще ударились куда-то как мне там написали в комментариях да в шизотерику это происходит повышение уровня высокого развития души на духовный уровень развития души и люди которые остаются еще там на низком уровне развития души или даже на перешли уже на высокий уровень развития души они еще не понимают что такое переход на духовный уровень развития души а это уже третий этап и поэтому ничего удивительного воспринимайте этих людей как людей которые находятся на своем уровне развития души и здесь нет ничего может быть кто-то воспринимает это как унизительно или еще что то ни в коем случае каждый человек проходит свой этап развития души и он должен гордиться своим этапом развития души потому что душа его развивается и это хорошо и можно позавидовать молодым душам у них еще все впереди и можно позавидовать душам высокоразвитым потому что они уже высокоразвитые у них большой опыт жизненный опыт до прошлых жизней и так далее то есть давайте не будем завидовать а будем воспринимать людей такими какие они есть на каждом этапе их развития души и уважать их за то что они находятся там и развиваются важно чтобы они не уходили в минус и не тормозили развитие своей души и так я надеюсь второй признак перехода вам тоже понятен да третий признак перехода это кардинальное омоложение клеток полное выздоровление в случае тяжелых болезней внешность человека может измениться до неузнаваемости а визуальный возраст сократится минимум на 10-15 лет человек путешествующий по матрице из кода в код получает в новом коде мощный заряд энергии который запускает процессы регенерации и восстановления нарушенных функций организма вы можете вдруг не обнаружить глубокие шрамы опухолевые заболевания исчезают за одну ночь больше не проявляясь и множество иных не необъяснимых исцелений происходит с человеком который переходит из кода в код к тому же весьма приятным бонусом является омоложение то есть молодость и привлекательность и так что это обозначает а это обозначает что вы перешли на новый код как я сказала а там свои задачи а для этих задач вам нужны ресурсы как я уже говорила при переходе из кода в код повышаются вибрации души а когда повышаются вибрации души повышаются вибрации в нашем теле а я говорила и говорю и буду говорить дальше что болезни это низкие вибрации негативные эмоции это низкие вибрации на положительных эмоциях вы начинаете воспринимать радоваться и вы начинаете жить осознанно вы начинаете все замечать вы начинаете замечать прелести жизни окружающего вас мира вы начинаете замечать любую мелочь которой можно порадоваться и вы принимаете эту радость и вы счастливы от того что что этот мир вокруг вас так прекрасен. И вы с благодарностью принимаете все, что вы имеете. И вы с благодарностью принимаете даже те несчастья, которые произошли в вашей жизни, потому что вы начинаете понимать, что это все было для опыта вашей души, что это все было для того, чтобы вы это осознали. Вы понимаете, что все это было для того, чтобы ваша душа получила то, зачем она пришла в это тело. Но душа же захотела воплотиться в этом теле не для того, чтобы тело ловило кайф, а для того, чтобы она смогла решить свои задачи повышения своего уровня развития, то есть повышения своих вибраций до такого уровня, чтобы она могла перейти на другой виток развития. С одного витка на другой и в итоге, чтобы перейти в другой мир, в другое измерение, пятое, четвертое, кто как называет измерение, в котором мы становимся уже невидимы. То есть там уже тела, другие тела людей, которые становятся невидимы благодаря очень высоким вибрациям, они невидимы для нашего глаза, который вибрирует на низких вибрациях, и он не может воспринимать быстрые вибрации. Когда что-то очень быстро великает, его практически не видно. Вот и все. Вот так вот вибрируя, мы уже не замечаем мою руку, мою кисть, мои пальцы. Мы уже не сможем рассмотреть. Вот таким образом вибрируют и клетки. И чем быстрее они вибрируют, тем менее заметными они становятся для глаза, который медленно вибрирует. Надеюсь, я дала понять. И точно так же, когда повышаются вибрации в теле, низковибрационные эмоции у нас начинают уходить. Мы замечаем, что мы более лояльно относимся ко всему происходящему вокруг нас. Мы перестаем обижаться на всякие мелочи. Нас гораздо труднее разозлить, потому что мы понимаем, почему это все происходит. То есть повышается осознанность даже нашего мозга, который тоже начинает немножко, видимо, быстрее вибрировать. И поэтому осознанность появляется. Мы начинаем смотреть на это все немножко со стороны. Здесь начинаешь... Мое осознание уже начинает воспринимать меня в двух измерениях, потому что появляется целостность внутри тела. Когда ты становишься целостным, ты начинаешь видеть и глазами души, и глазами тела. А это очень интересно. И вот именно когда человек может себя воспринимать со стороны еще, это когда мозг твоего тела объединился с мозгом твоей души. И ты одновременно осознаешь и этим, и тем мозгом, что происходит. И вот это вот и есть осознание. Это когда мы раскрываем все. Это настолько интересно. И сейчас покрутят у виска те, кто от этого далек. Но я на вас не обижаюсь. Это нормально. Пока я не получила свою целостность, я тоже не могла этого принять и понять. И как это так? Это совсем не означает, что вы должны находиться на 50, 51 или 52 коде. Нет, нет. Целостность человек может в себе раскрыть на любом коде. И это очень важно. Почувствуйте свою душу, и это называется интуиция. Когда вы начинаете чувствовать свою интуицию, ее осознавать, когда вы одновременно, проживая жизнь, можете контролировать свои чувства, свои эмоции. И контролировать не жестко, а именно контролировать это, ну, знаете как, самопроизвольно. И тогда это и есть ваша целостность. Это значит единение мозга вашего тела с мозгом вашей души. Вот так это происходит. Да, я отвлеклась немножко на осознанность и на вибрации, да. Но, собственно, суть третьего признака перехода, да, состоит в том, что начинает исцеляться тело. А исцеление тела, как я уже сказала, да, происходит за счет того, что повышаются ваши вибрации. А когда повышаются вибрации в теле, да, болезни, которые имеют низкие вибрации, они просто не в состоянии там остаться. Они растворяются из-за высоких вибраций. Они исчезают, потому что низким вибрациям просто в теле с высокими вибрациями нечего делать. И поэтому именно происходит омоложение клеток за счет повышения вибраций, обновления их, да. И за счет обновления клеток и повышения вибраций человек исцеляется. И поэтому начинает выглядеть немножко моложе. Но это даже не самое главное, выглядишь ты моложе или нет. Самое главное, что в тебе появляется столько энергии и столько силы, что ты как будто правда только родился, да. Как будто тебе снова 16 лет, да, и ты начинаешь новую жизнь, в которой тебе нужно очень много сделать. Перед тобой очень много задач. Ты это прямо чувствуешь силу, у тебя происходит процесс омоложения, потому что столько энергии приходит, и тебе нужно двигаться вперед. И в этом признак третья энергия. Если вы не чувствуете в себе приток энергии, третий признак вы еще не прошли. Вот, поэтому наблюдайте за собой. Возможно, вы прошли первый признак, но еще не прошли второй. Возможно, вы прошли второй и находитесь где-то на подходе к третьему признаку перехода. Потому что я сказала, переход не происходит мгновенно. Он происходит за несколько лет. Это может быть, я не знаю, 3-5 лет. Может, я не знаю, у кого-то может и дольше. Кто тормозит и не хочет себе этого позволить. И цепляется за прошлое, пытается вернуться на прежнюю работу. Вот я, например, ощутила конкретно и четко, когда я вдруг осознала сама, что я буду учиться биоэнергетике. Я хочу идти по этому пути. И в этот момент я думала, я буду немножко еще вязать игрушки. Не сразу же я получу клиентов, с которыми я смогу работать, с которыми я буду достаточно зарабатывать, чтобы мне хватало на жизнь. Я решила, что я буду немножечко вязать и как бы обучаться в это время. Потом, когда у меня будет достаточно много клиентов, я перестану уже вязать и так далее. Но стоило мне только принять такое решение. И вы знаете, я не смогла вернуться к вязанию игрушек. Меня буквально начало тошнить. Я даже подумать не могла взять крючок. Мне было это настолько дико внутри. Я буквально совсем недавно с таким удовольствием вязала игрушки. Я как ребенок радовалась, приделывая им глазки, что они на меня уже смотрят. Когда я им вязала ротик, и этот ротик начал улыбаться, это было такое счастье и удовольствие работать с ними. Я правда, я была в потоке, да. Я была в потоке. Я работала в этом потоке. Но я думала, что он мне нужен для творчества, для вот этого всего. Я вообще-то в потоке и в творчестве живу всю жизнь. Говорю, я сколько себя помню, столько я помню, что у меня есть этот поток. И я все время говорила, что я антенна, которая принимает какой-то поток. Только я не знаю, кому эту информацию нужно передавать. И только сейчас я поняла суть потока, в чем он состоит. Он передает не только информацию, он дает возможность творчества, он дает то, чего ты хочешь. И когда ты находишься в потоке, и когда ты находишься вот в этом состоянии творческого такого творения, то есть ты как Бог, ты творишь, вот тогда ты себя чувствуешь Богом над этой игрушкой, да, ты даешь ей жизнь, ты чувствуешь себя Богом, и ты творишь. Это уже состояние потока. Ты входишь в состояние потока, и это прекрасно. Именно таким образом мы получаем вот контакт со своим вот этим вот интуицией, со своим потоком, со своим божественным, со своим чувством творца внутри себя, с Богом, который внутри каждого из нас, да. Энергия, даже Христос сказал, да, ищи Бога внутри себя, и он был прав. Бог действительно внутри нас, и мы божественное создание. Ну, вроде бы все, что я хотела сказать, как всегда, короткий ролик у меня не получается, но я надеюсь, вам понятны признаки, признаки перехода из кода в код, или признаки развития души, признаки перехода на новый уровень. И я благодарю Вселенную за это, и я благодарю свой поток за это, и на этом до свидания, и желаю вам разобраться в себе, раскрывать свои способности и таланты, раскрывать свою душу, раскрывать свою целостность и находить себя в себе Бога. До свидания.